Здравствуйте! В эфире программа «Республика». О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Оперативная обстановка по COVID-19. Железнодорожного вокзала в Чебоксарах госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус. Дистанционное обучение для школьников. Отвечаем на самые частые вопросы. В Министерстве образования Республики рассказали о нюансах организации процесса. Вынужденные каникулы. Как чебоксарцы проведут предстоящую нерабочую неделю? Сегодня с железнодорожного вокзала в Чебоксарах эвакуировали пассажира с подозрением на коронавирус. Он приехал из-за границы с температурой и признаками ОРВИ. Мужчина прилетел в московский аэропорт Шереметьево, а затем сел на поезд до Чебоксара. Со столичного железнодорожного вокзала его эвакуировали две бригады скорой помощи с соблюдением всех прописанных протоколов. Данный пациент был гастролизирован в инфекционное отделение больницы скорой медицинской помощи в изоляторах. Соответственно, трое граждан, которые тоже были с ним в одном купе, тоже изолировано и гастролизировано в инфекционное отделение. Остальные пассажиры, находясь в этом же вагоне, также были осмотрены, взяты. Это все анализы абсолютно у всех пассажиров этого вагона, и в том числе у сотрудников непосредственно, проводников и обслуживающих этот вагон. И были помещены в домашнем условии под подписку о самоизоляции. Чтобы издержать стремительное распространение коронавируса, следующая неделя по всей стране объявлена нерабочей. Какие карантинные меры принимают в Чувашии? Подробности в репортаже Дмитрия Ковалева. В пятницу во дворце бракосочетаний Чебоксар непривычно тихо. Заявления от молодоженов в эти дни по распоряжению правительства принимают на портале Госуслуг. Торжественные регистрации было решено не отменять. Из-за угрозы заражения коронавирусом в зал пропустят только 10 человек, включая жениха и невесту. Всем остальным гостям новоиспеченную семью придется дожидаться на улице. До 10 человек вместе с фотографом, оператором. Каждый переживает эту ситуацию, но все относятся с пониманием. Выдача повторных документов будет производиться через многофункциональные центры города. Молодоженам предлагали перенести дату регистрации брака на более спокойное время. Но даже в условиях карантинных мер никто не согласился. Только на следующей неделе узаконить свои отношения планируют свыше 20 пар. На неделе объявленной нерабочей советуют закрыться кафе, ресторанам, торговым центрам. К местам с массовым пребыванием людей можно отнести и церкви. Богослужения не отменили, но прихожан с симптомами ОРВ призвали воздержаться от посещения храмов. Чувашская митрополия ужесточила санитарные правила. Иконы обрабатывают специальными растворами. Рекомендуется не целовать кресты руки, пить святую воду только из одноразовых стаканов. В храме успения Божьей Матери настоятельно прозорлили. Отец Петр предупредил, что их предупредили на руку, когда они дают благословение, средства применять и пшикать, чтобы была дезинфекция. Структуры жизнеобеспечения, а также больницы, продуктовые магазины, аптеки, общественный транспорт свою работу продолжат. Всем остальным советуют соблюдать дисциплину и побыть дома. К режиму самоизоляции горожане готовятся. Мы игры придумываем, распределяемся и так далее. Но я думаю, что дома сидеть долго, наверное, тоже не получится. Выходить куда-нибудь в парке, где никого нет, хотя и парки закрывают. До шкалята уходят на каникулы, но если это будет необходимо, в детских садах готовы создать дежурные группы. Муниципальным органам управления образования рекомендовали провести опросы родителей. Будут организованы все условия для того, чтобы дети, не испытывая каких-либо трудностей, в этот указанный период с 30 марта по 3 апреля посещали свои детские сады. Сами как считаете, ребенок в эти дни должен ходить в детский сад или все-таки желательно дома ему остаться? Мое мнение, как родители, я считаю, что все-таки, конечно, лучше все включить возможности для того, чтобы ребенок остался в домашних условиях. Мой сын, которому скоро будет 6 лет, уже с сегодняшнего дня мы остались дома с бабушкой. Длинные выходные, которые продлятся с 28 марта по 5 апреля, необходимы для того, чтобы снизить угрозу быстрого распространения болезни. И здесь, как отметил президент, лучше не полагаться на русское авось. Ну и, конечно же, в такие дни важно не забывать о личной гигиене. К примеру, теперь для нашей семьи за правило пользоваться не только мылом, но и обрабатывать руки антисептиком. И антисептиком же после каждой прогулки мы обрабатываем руль и сиденье детского велосипеда. Одно из недавних главных правил нашей семьи – гулять только неподалеку от дома, пореже ходить в общественные места. И вот наше любимое занятие – чтение книг. Ну а чтобы укрепить иммунитет, медики советуют давать детям и поливитамины. В дни, когда вся страна борется с коронавирусом, не до зрелищ. Артисты переносят концерты, библиотеки, музеи, театры, начинают работать дистанционно. Двери для зрителей закрыли учреждения культуры, но, к примеру, в русском драматическом театре полностью работу решили не приостанавливать. В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции спектакли транслируют в интернете при пустых залах. В закрытом сегодняшнего дня парке Николаева работать онлайн начинает и зооуголок Ковчег. В социальных сетях будут публиковать видеорепортажи о животных, которые полюбились горожанам. Мы начинаем серию познавательных виртуальных экскурсий по зооуголок Ковчег. Мы все знаем, что сейчас мы закрыты для посещения. И вот наша первая на сегодня у нас подруга, это корову Зебу, это Люба. Она приехала у нас из Нижнего Новгорода. Вот такая она у нас выросла, уже большая. Меры, принятые властями для защиты населения от заражения респираторными заболеваниями, в Рио главы региона обсудил с заместителем министра здравоохранения страны. В республике действует режим повышенной готовности. За развитием ситуации Олег Николаев сегодня следит из Москвы по видеосвязи. Это прежде всего через оперативные доклады республиканских ведомств, которые заняты деятельностью по реализации мер по недопущению распространения эпидемии. И наша самая главная задача, если кто-то вдруг заболел, своевременно изолировать этого человека. Сегодня Олег Николаев принял участие во флешмобе «Спасибо врачам», которые заступили на передовую в борьбе с эпидемиями. Под медицинским наблюдением в республике находится более 500 человек. Первый зараженный коронавирусом житель Чувашия лечится в инфекционном отделении БСМП. И уже на следующей неделе его могут выписать из больницы. Дмитрий Ковалев, Бахтияр Велиев, Республика. Детские сады, школы и учреждения дошкольного образования Чувашии уходят на вынужденные каникулы. И не будут работать с 30 марта по 3 апреля. Все зависит от обстановки. Но уже сейчас специалисты прорабатывают алгоритмы взаимодействия педагогов, воспитателей, учеников и родителей. Не рабочий формат для большинства людей, но остаются те, кто работает на жизнеобеспечивающих предприятиях. Таким родителям не с кем оставить маленьких детей. Для этого будут организованы дежурные группы в детских садах. Но необходимость в этом должна быть действительно обоснована серьезными обстоятельствами. Дети, родители, которые входят в данный перечень, вправе обратиться с заявлением в дошкольное образовательное учреждение с просьбой предоставить возможность посещения детского сада. И в этой связи мы допускаем формирование дежурных групп. Родители не проявляют на сегодня большую активность и все-таки склоняются в своем большинстве к мнению, что дети остаются дома. Школьникам Чувашии каникулы продлили еще на одну неделю. Учиться они начнут с 6 апреля. Но пока только дистанционно. Школы к такому формату подготовились. Сидеть за компьютером постоянно не придется. Учителя разработали разные варианты заданий. Кроме видеоуроков, школьники будут выполнять упражнения из учебников, решать задачи в рабочих тетрадях и читать литературу по программе. Задания и оценки педагоги также продолжат фиксировать в электронном журнале. Без помощи родителей здесь не обойтись. Когда ребенок находится все 24 часа суток дома, конечно же, родитель просто уже обязан внедриться в процесс обучения. То есть, соответственно, контролировать и то расписание, которое будет у ребенка, и тот формат знаний, который он получает, объем знаний, выполнение заданий и так далее. Я хочу как раз подчеркнуть, что без участным родитель здесь остаться просто не может. Учителя на сегодня настроены чуть лояльнее оценивать те задания, которые будут ребята выполнять в дистанционном формате. Трудности, конечно, будут. Такой масштаб дистанционного обучения разворачивается впервые, но все решаемо. Ситуация, например, дома 2, 3, 4 ребенка, но в то же самое время один гаджет, один ноутбук, один компьютер и так далее. Конечно же, здесь все-таки родители должны взять на себя инициативу и выстроить обучение детей, скажем так, в определенном порядке. Учитель должен снисходительно отнестись к тому формату, в который мы переходим. Для учеников, у которых нет дома компьютера или интернета, учителя распечатают разъяснительный материал и задания. А родители два раза в неделю будут забирать их. Самое главное сейчас не выходить из дома без особой необходимости. Каникулы в данном случае это не прогулки на улице, а серьезные меры против распространения нового вируса. Уже, наверное, не как исполняющий обязанность министр, как родитель. У меня тоже двое детей, старшая дочь в седьмом классе. И хочу отметить, что, наверное, на сегодня зацикливаться на трудностях, на технологиях дистанционного формата, это вторично. Первично это все-таки здоровье наших детей. И сегодня, когда родители поднимают вопрос, вот я хочу, чтобы родитель, чтобы ученик, мой сын, допустим, или дочь, именно посещали школу, вот, они забывают о тех моментах безопасности, о которых говорят наши руководители. Это президент страны Владимир Владимирович Путин и наш временно исполняющий обязанности Олег Алексеевич, который также подчеркивал, вот мы буквально с ним вчера встречались, что первое, о чем должны думать мы с вами, это здоровье нашего ребенка. От сознательности каждого из нас сейчас во многом зависит, как скоро закончится пандемия. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. В связи с усилением карантинного режима управления по вопросам миграции МВД по Чувашии рекомендует иностранным гражданам и лицам без гражданства, пребывающим на территории Чувашской Республики, при истечении срока законного пребывания написать заявление о его продлении до 90 дней. В случае истечения срока действия виз, разрешений на работу и патентов для работы на территории России необходимо обращаться в управление. Телефон предварительной записи 24 19 29. В столичном общественном транспорте снизился пассажироботок. Специалисты говорят, что на 30%. Администрация Чебоксара рекомендует всем перевозчикам в нерабочую неделю работать по графику воскресного дня. Это значит, что сократится количество рейсов и увеличится интервал движения. В эти выходные все останется, как и прежде. В субботу столичные троллейбусы осуществят 1174 рейса, в воскресенье чуть меньше – 1142. Изменения коснутся и графика движения межмуниципальных маршрутов. Минтранс Чебоксара рекомендует осуществлять движение по межмуниципальным маршрутам по графику выходного дня. С актуальным расписанием можно ознакомиться на автовокзалах. На межмуниципальных маршрутах в направлении Чебоксара-Ново-Чебоксарс интервал движения будет увеличен в часы пик до 10 минут. ГИБДД проводит рейд «Автобус». 27 марта инспекторы проверяют автобусы городских и междугородних маршрутов. Они смотрят на техническое состояние транспорта, на соблюдение требований правил перевозки и наличие документов. В январе-феврале количество ДТП по вине водителей автобусов и троллейбусов увеличилось на 62%. Дороги Чувашии в этом году как никогда напоминают поверхность Луны. Теплая погода днем и холодная ночью – главный враг асфальта. Ямы практически на каждой улице. Дорожники только сейчас приступили к полноценному ямочному ремонту. Улица Советская, поселок Кугеси. В автомобильный поток влились катки, асфальтоукладчики и самосвалы. Дефекты полотна устраняют в рамках карантинных обязательств. У нас был заключен контракт на ремонтные работы в 2018 году. По контракту предполагалось устройство нового асфальтового покрытия. Но ввиду того, что у нас была непредсказуемая зима, появились дефекты в дорожном полотне, которые необходимо устранить. Недолго терпеть неудобства и на участке дороги Кугеси от Лашевы-Новочебоксарск. Используемая технология – теплый асфальтобетон. Реставрировать полотно можно при температуре до минус 5 градусов. Производим снятие дефектных мест фрезой, затем продуваем, прочищаем остатки крошки и производим проливку битумом. После чего укладываем асфальтобетон. Эти работы на этом участке мы начали на той неделе. В данный момент дело идет к завершению. Из-за аномально теплой зимы латать дыры и трещины на дорогах Чувашии начали еще в январе. На сегодня отремонтировано уже около 12 тысяч квадратных метров асфальта. В прошлом году было всего лишь 1300 квадратных метров. На этот год по учреждению на содержание дорог выделено 770 миллионов рублей, в том числе 70 миллионов рублей на дорожную разметку. По сравнению с прошлым годом объем финансирования увеличился на 325 миллионов рублей. Ямочный ремонт на дорогах республики обещают завершить к 1 мая. После этого рабочие нанесут разметку. Подрядчик уже определен. Рифат Фадкулин, Алексей Зотиков, Валерий Рязюков, Республика. Романтика революции, агитационное советское прикладное искусство в Чувашском национальном музее. В экспозиции представлены уникальные предметы пропагандистского искусства из фондов Всероссийского музея декоративного, прикладного и народного искусства. Свои экспонаты из запасников достал и наш музей. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Выставка рассказывает о самом неоднозначном периоде в истории России. 20-30-х годах прошлого века. Тогда агитационное искусство только начинало развиваться. Рабочие и крестьяне, уставшие от войн и кровопролития, с радостью приняли идею мировой перманентной революции. Художники, поэты, архитекторы формировали новый взгляд на постреволюционную эпоху. Так создавалось искусство нового советского государства. Его впоследствии назовут авторским. Это возвращение к классической школе, в том числе и национальной школе, с новой тематикой. Надо показать, как строятся новые государства. Не ломается старое государство, а как строятся новые государства. Наряду с классическим агитпромом активно формировалось и авангардное искусство. Его принимали и отвергали, хвалили и громили. Но, как часто бывает в культуре, ценность всех художественных направлений стала ясна спустя десятилетия. Многие вещи, которые искусство подавало как великую мечту, в жизни, к сожалению, состоялись не как великая мечта, а как великий труд, а зачастую и кровь, и пот, и тяжелые преодоления. В агитискусстве работали крупнейшие художники того времени. Данько, Ланге, Телетевский. Лампочки Ильича в кружеве, расписанные лозунгами предметы обихода, живопись и графика. Пропагандистское искусство было популярно и среди местных мастеров. Неслучайная экспозиция открывается фондовой картиной, где изображен наш земляк Василий Иванович Чапаев, легендарный комдив и поистине народный герой, борец за правду и народную волю. Когда выставка приехала, стало понятно, что мы тоже можем включиться в эту экспозицию и создали такую совместную экспозицию, предоставили сюда экспонаты из наших фондов, это графические и живописные работы, которые как раз тоже характеризуют 20-30-е годы прошлого века. В связи с ограничительными мероприятиями на сайте музея в разделе «Виртуальные выставки» горожанам будет доступна видео-версия экспозиции. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика. С 1 апреля национальное радио «Чувашия» возобновит вещание в Красночитайском и Ядринском районах республики. Самые актуальные новости региона и познавательные программы можно будет найти на частоте 100,5 FM. Президент России Владимир Путин объявил в следующую неделю нерабочий. Как к этому отнеслись жители Чебоксар и чем они будут заниматься, узнала наша съемочная группа. Мне кажется, эта мера вполне обоснованная. А почему? Ну, меньше людей будут ходить друг к другу в гости, меньше общаться, и поэтому меньше будет зараженных, наверное, так. Я так думаю. А вот вы будете придерживаться карантина дома сидеть? Конечно, я вот сейчас продукты закупила и постараюсь сидеть дома, как велели. Ой, да полно работы дома. Ну, убираться буду, книжки читать буду. Найду чем заняться. Ну, телевизор смотреть. Полно дел. По идее-то дома всегда полно дел. Я буду дома сидеть, ну, чем-то заниматься там. Лопатки делаю вот так. Для сковороды. Ну, у меня, видите, еще проблемы. У меня две сестры старенькие. Одной 84, другую 82. Вот. Иногда надо им там продукты покупать и прочее. Вот мне только из-за этого я. А так-то я вообще стараюсь не уходить, конечно. Куда? Зачем? Ну, что думаем? Будем жить так, как есть. Напоминаем еще раз, что длинные выходные в первую очередь даны для того, чтобы минимизировать контакты между людьми и по возможности снизить темпы распространения коронавируса. В связи с предстоящей нерабочей неделей, которую объявил Владимир Путин, выпуски программы «Республика» на национальном телевидении «Чувашия» будут выходить в специальном формате. Время выпуска останется прежним. 19.00 и 20.00. Это вынужденная мера. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова